здравствуйте дорогие друзья мы хотим сегодня с вами вместе побывать в заброшенном доме в абхазии думаю что многие проезжали эти территории и видели о том что очень большое количество стоит домов заброшенных там никто не живет и думаю что многим бы хотелось бы узнать а как жили люди что там внутри интересно и мы сейчас с вами сходим и попробуем вам показать и рассказать о том как это происходит там кстати корова с колокольчиком ярослав говорит что таких коров которые бадучий где могут тебя подкрасть и забодать и вешать колокольчики то что это будет еще интересней сейчас будет трэш контент пошли это домик в котором мы идем здесь посмотрите мы через дорогу стоим и природа оживает честно задолбал это тоже дождь несно то смотри какие красивые цветочки не знаю что это такое прям такие огромные колючки растения все знаете напишите что-то типа акации на дерево ладно ярослав пошли нет оператор извини да ладно посмотрите очень много домов это стоит допустим домик причем под таких красивых построек да тут видно что никто не живет никто не ходит коровы смотрят кто ты причем везде заборчики то есть когда-то здесь на на жили очень зажиточные люди двухэтажный дом то есть такие особняки можно сказать вот посмотрите тут целый огород лес тут еще что-то было наверно типа веранды постройка какая-то свой тут правда вода везде стоит эти дожди уже прям задолбали всех здесь мочах море 100 метров отсюда ладно не 100 пускай 500 до слышно что море то есть это дома на берегу и вот такой вот дом деревянные окна большие двухэтажный да какая красивая лестница просто вау привет коровка заходи здесь нас не поругают есть кто дома нам просто интересно показать вам я и говорю тут уже на на всю мебель все полоносили он смотри какой стол стоит на среде насколько здесь стоит и до сих пор целый эксклюзивная такая мебель посуда тоже ветер списана галинина потолки ну кстати потолки не особо высокие я метр девяносто один тут метров 25 остается до птички электричество было жалко лампочки нет проверить работает или нет вот тоже интересно тут вообще какая красота друзья мы смотрите есть настоящий камин ой даже фотография сохранилась тех кто движет так я взял подсветить не знаю национальность тех кто держал так вот в идет камин разводилась тепло тут что-то на нем подвешивали чтобы готовился такой быт подушка обувь чья-то подставка слышал такие вот раньше были подставки под горячие ножницы есть вы щипцы даже пассатишь и оставить под казан подставка до ярослав правильно говорит здесь смотрите алюминиевые ложки есть такой утвой нож причем металлический это задняя часть здесь можно увидеть уже газовый баллон участок честно не знаю насколько он был большой тут еще что-то вот на нож как какой-то дом стоял и здесь тоже 2 этаж и нужно вещи то можно было выйти посидеть и это как навес служил для выхода отсюда сети где выбили с этой стороны смотрите вот это вход столик диван кровать металлическая тоже розетки ну круто очень смотрите по ходу кто-то здесь пытался проживать нужно смотрю окна завешивали старыми одеялом возможно не знаю какие-то аборигены пытались обосноваться и здесь дверь тоже подпирали в лесу так остановился просто позже осталось да скорее всего я расал абсолютно прав то что там была банька что-то трещик коровы конечно который звенят это прям очень классно пойдемте уже может вот-вот обваливаться мы сейчас поднимем наверх можем провалиться вниз вот это смотри какая просто это и ну кто же произведение искусства до деревянная реально я и правильный этот антиквар то есть класс а может быть где-то здесь еще и сокровище какие-то спрятаны коровка посмотрите здесь навес над нами да вот я с авто что говорит потолок обваливается корова привет ты пойдешь первым то что я больше вешу тебя я точно могу провалиться здесь дверьки будут открыты или нет если закрыто то мы не пойдем дом пушка вот здесь смотрите же высокий потолок да здесь на здесь по левой стороне иди по левой посмотрите то есть деревянный полный второй этаж и здесь метра три то есть вот получается нижняя часть была для приготовления печное отделение так сказать техническое да а вот вверх уже был для проживания посмотри столик ракетки но это наверно бракетки уже нынешний век круто на чердак можно было заглянуть кто-то туда пытался залезть я так понимаю на чердак все-таки по домам лазили я так понимаю искали какие-то сокровища а здесь натянули кровати и кто-то проживал с таким шикарным видом посмотреть какой вид из окна просто газон я вот поражаюсь прямоте всех этих участков выглядит просто вал шкаф здесь еще одна комната тут можно было потопить печку так понимали бы почистить честно вот тут пол провален и вход в ту комнату отсюда тоже был здесь можно с этим не жалко разрушаются все эти ну крутые домишки очень очень вот это все и еще одна комната тоже довольно таки большая большая комнатка светлая на самом деле у нас а ну классный электричество пульки двигаться и загорелся не загорелся что-то тут погибло потому что до воняет трупный запах к сожалению ладно мы туда на балкон не будем выходить что-то речку пошли короче отсюда еще одна такая смотрите стойка вешалка для же для одежды вешалочки такие висят ну очень интересно смотреть это смотри где пол подымали я понимаю именно заглядывали искали какие-то клады то есть сто процентов дома проверять и по подобным прям начал ходить интересно интересно ну ребятки надеюсь что вам обзорчик зашел на такого дом пишите как вы думаете кто здесь жил по фотографии просто я не умею национальностях вот по виду определяться жалко что очень много домов стоит брошенных в абхазии и говорят не заселяют потому что документом есть хозяева у этих участков и домов и их родственники могут вернуться и сказать что это мой дом уходи там и так далее поэтому все это тяжело со скрипом идет но чувствуется как будто там вот ночью я бы не смог там ночевать в таком доме ты смог бы ну да специально нет все ребят я думаю что вот мы открыли вопрос для многих точнее закрыли как выглядят дома для меня будет очень интересно надеюсь что мы абхазию ничем не обидели ли тех людей проживают просто было интересно посмотреть всем пока пока с вами был Игорь Азаровский